В Алматы сегодня пытались трудоустроить должников по алиментам. Больше 200 злостных неплательщиков задолжали собственным детям 350 миллионов тенге. Отдавать внушительную суммации не торопятся. Некоторые даже скрываются от родственников. Но бежать от проблем сегодня многие не стали. Почти 150 алименщиков посетили ярмарку вакансий. Все так сложилось, что со здоровьем мне пришлось уволиться, потому что я долго не могу стоять на ногах. Мне судебный исполнитель позвонил, говорит, вот такое мероприятие есть, приходи, может быть, что-то для тебя найдем. Ну вот я вот пошел, нашел в принципе. Впрочем, мест для трудоустройства открыли в три раза больше. Почти 30 работодателей представили свыше 500 вакансий. В основном предприниматели искали сотрудников трудовых профессий. Кладовщиков, грузчиков, слесарей, электриков. Нашлись места и офисным работникам, менеджерам и операторам колл-центра. Таким образом, организаторы надеются снизить долговую нагрузку. Всего в Алматы больше 12 тысяч алименщиков. И 200 из них уже несколько месяцев отказываются платить за содержание собственных детей. Между тем, те, кто на ярмарку так и не явился, могут привлечь к уголовной ответственности. Нормативное постановление Верховного Суда, оно гласит таким вот образом, внесены изменения. И начало это усиленно прям применяться с этого года. Что, если же два раза уведомляют должника о трудоустройстве, и он не является по месту трудоустройства, в отношении него это уже является косвенным и даже доказательственной базой для того, чтобы привлечь лица к уголовной ответственности. Продолжение следует...